В День Победы мы непременно вспоминаем подвиг тех, кому обязаны жизнью и свободой. Надо знать прошлое, чтобы понимать настоящее и предвидеть будущее, сказал еще Григорий Белинский. Необходимо бережно хранить и передавать память о событиях Великой Отечественной войны, гордиться своей страной и чтить традиции. У нас есть традиция возлагать цветы, проводить митинги. А сейчас, видите, появляются еще и соревнования спортивные. Так к традиционным спортивным соревнованиям добавился мини-футбол. Товарищеский матч организовали инициативные губкинцы. В преддверии 9 мая зал единоборства «Витязь» принимал на своих коврах участников турнира городов России по греко-римской борьбе. В состязаниях участвовали спортсмены из Увата, из Лучинска, Таркасале и поселка Пурпе. Приняли участие в спортивных мероприятиях и ветераны. В стрелковой галерее Тира Фортуна были разыграны комплекты наград среди членов общественных организаций «Ветеран» и возможностей без границ. Впрочем, на этом спортивные баталии не закончились. В День Победы, несмотря на капризы погоды, сотни горожан вышли на старт традиционной легкоатлетической эстафеты. Праздник самый святой, самый ожидаемый, на котором собирается самое большое количество, в том числе и жителей нашего города. Традиционно проходит эстафета в канун митинга, который у нас был в 12 часов. Сегодня много собралось ребят, взрослых, команды, предприятия, организации, всех школ. И эта традиция, она лишний раз подтверждает свое отношение и к физкультуре, и спорту, и, конечно, к этому святому празднику. Всего в двух забегах участвовали 160 спортсменов. 14 этапов эстафеты были разбиты на одинаковые отрезки протяженностью 172 метра. В каждой команде 7 девушек и 7 юношей. Это великая честь для меня пробежать за наших дедов, прадедов. Они завоевали честь, вечная им слава. Помимо спортивных мероприятий, в программе праздничных событий были и концерты. Так, со сцены Олимпа лучшие творческие коллективы города чествовали ветеранов Губкинского. Для самых важных и значимых гостей звучали знакомые песни фронтовых лет. Обелиск над рекою стоит, будто воин хранящий покой. Плачет мать, обнимая гранит. Вот и свидетельствует, шепчет родной. Я в войну работала в госпитале. Конечно, и комсомольцы приходили, пионеры приходили, делали концерт, веселились. А как раненые ждали детей и письма писали. Во время концерта глава города передал директору Губкинского музея освоения Севера свидетельство и капсулу со священной землей Брестской крепости Героя. Право передать свидетельство и капсулу со священной землей Брестской крепости Героя предоставляется главе города Губкинского Валерию Владимировичу Лебедевичу. День Победы в сердцах всех людей, а не только тех, кто прошел войну и участвовал в параде Победы 1945 года. А дать дань памяти живым и павшим воинам поспешили в эти дни и газовики с нефтяниками. Так сотрудники Порнефтегаза собрали ветеранов за праздничным столом, презентовали им подарки и подарили праздничный концерт. Сегодня великий праздник для всей нашей страны. День великой гордости и великой истории. Очень много семей, которые остались за трогой войной, ни одной другой семьи не осталось. У кого-то ушел мой молодец, дед, сын, муж. У меня, например, боевая новая деда войну пережили, но мы сейчас, к сожалению, уже умерли. Но память у них живет, но мне, я расскажу, не память у коридама, а им пепел. А вам большое спасибо за то, что у нас есть будущее. Низкий вам поклон за то, что живут мы и дали жизнь нашим людям. А газовики собирали ветеранов на личных автомобилях. Для них в Центре спорта и творчества «Ямал» сотрудники компании «Газпропдобыча Ноябрьск» организовали фуршет и провели викторину. Мы традиционно встречаемся с вами перед великим праздником и хотим пожелать вам здоровья, чтобы в семьях детский смех не утихал, чтобы все было хорошо и мир над нашей головой всегда был. Это самый большой праздник. За этот праздник можно душу отдать. Ведь я вот примерно с 43-го года по 45-й году в воинской части была. Что только не видели, что только мы смотрели. Каждый год 9 мая наша страна, прославляя героев, выражает им свою благодарность и преклонение. Даже не зная имен, мы вспоминаем погибших ветеранов добрыми словами. Их дела, подвиги, гибель товарищей не были напрасны. Память о них не угасла. А в доказательство этому на площади воинской славы в день 69-й годовщины победы советских войск над фашистской Германией собралось более тысячи горожан. Этот праздник навеки вписан в историю нашей Родины. Есть чему радоваться и есть что помнить. И мы помним, и весь мир помнит, что красный флаг на Ричстаг водрузил советские войны. 9 мая у Вечного огня десятки венков и сотни алых гвоздик. Память тем, кто уже погиб, и долгих лет жизни тем, кто сейчас еще с нами. У городского дома культуры «Олимп» работала полевая кухня. В меню гречневая каша с тушенкой и горячий чай. Я могу день рождения не отметить, но этот праздник это священно для любого жителя земли, мне кажется. Помимо угощений в программе мероприятий праздничная концертная программа, рассчитанная на 4 часа. Среди выступающих лучшие коллективы «Факела», «Олимпа» и Центры спорта и творчества «Ямал». Всего 58 номеров. Всегда в ходе ДК «Олимп» у нас праздник. Неважно, у нас никогда я не помню такого года, чтобы у нас погода баловала. Но нам это не грозит. 9 мая – это светлый праздник. «Поздравляем всех губкинских, всех ветеранов с этим великим праздником, который дарит нам гордость, дарит нам жизнь, что мы есть на этой земле только благодаря им. С праздником!» Человек жив до тех пор, пока о нем помнят. Подвиг миллионов советских солдат останется в нашей памяти навсегда. Жаль только, что из уст участников тех страшных событий наши дети узнают о войне навряд ли. Галина Курочкина, Алексей Магин, Ильша Тракаев, Александр Анфимов, Сергей Макарчан. Новости Губкинского.